здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта сегодня у нас 24 ноября я для вас запишу краткий обзор рынка вот скажу свое мнение куда я вижу рынок на покупку или на short также в нас в принципе по пятницам всегда был такой обучающий контент но я сегодня разбавлю будет у нас обзор рынка краткий и краткий обучающий момент данное видео я записываю как для своего канала youtube так и для канала моих партнеров с a market там я давал несколько хороших торговых рекомендаций и мы их за последнее время и мы их разберем с обучающей точки зрения потому что многие на аналитики условно мы разберем евро и фунт да как пример а там еще несколько инструментов потому что многие эти инструменты шарки ли там за последний условно там месяц-два октябрь-ноябрь а я все время покупал я вам расскажу с точки зрения своего модельного анализа почему стоило покупать эти инструменты и не только эти а в общем как нужно оценивать графики и расскажу о типах движения на рынке да ну давайте для начала начнем с обзора рынка так так я пью кофе утренний поэтому будет немножко возможно кому-то неприятно итак давайте начнем с валютного рынка дальше перейдем к рынку нефти металлов рынка крипты и фондового рынка и так у нас по евро доллару по евро доллару я стою в покупках по данному инструменту я советовал своим ребятам покупать евро доллар принципе сам евро доллар мы покупаем с октября месяца и вот для начала октября у нас было до этого пару попыток неудачных но весь октябрь-ноябрь я только покупал евро доллар от начиная вот самого начала октября вот первая покупка вторая покупка третья покупка четвертая покупка где-то в выносила по безубытной где-то здесь по коротких стоп-лоссах мы перезаходили но все время мы покупали евро доллар и вот здесь покупали аналогичный евро доллар и на текущий момент аналогично пока евро доллар выше примерно 1 0 880 до плюс-минус даже можно взять такую зону это примерно 108 50 позавчерашний минимум возможно мы еще туда протестируем так как у нас сегодня рынок не слишком ликвидный все возможно да но пока я вижу евро доллар на укрепление евро вот этих максимум до ситуация здесь не самая лучшая почему потому что евро доллар в принципе он уже два месяца идет в рост и чем мы выше находимся тем шанс какой-то более глубокой коррекции он увеличивается напоминаю у нас движение которое длилось летом и июль-аугуст сентябрь движение вниз текущее движение октябрь ноябрь у нас возможно коррекционная ему в принципе плюс минус где-то уже здесь закончили коррекцию на текущем моменте возможно возможно еще будем локально где-то тестировать 1 10 там плюс-минус и рынок здесь будет заканчивать свой рост поэтому чем мы выше тем шансы что тренд заканчивается он увеличивается так поэтому евро я бы пока советовал покупать дальше также напоминаю что у нас сегодня пятница черная пятница и на закрытый канал про сигнал у меня действует скидка 25 процентов и действует она до воскресенья поэтому пишите если по обучению также интересно аналогично пишите в личку телеграм на сайте кухта капитал моего проекта вы сможете со всей информацией ознакомиться это если так кратко дальше что интересного еще мы с ребятами еще покупали фунт доллар вчера вот на коррекции до вот почему я говорю на коррекции потому что позже я буду рассматривать как нужно торговать и смотрите в фунта мы аналогично фунт весь октябрь покупали весь ноябрь покупали и у фунта есть и как у любого инструмента в евро доллара есть два типа движений смотрите импульс и коррекция импульс коррекция импульс коррекция и мы вот эти коррекции откупаем то есть по моей с торговой стратегии коррекцию нужно покупать в сторону импульса и аналогично вчера точнее это было не вчера а позавчера поздно вечером когда закрывалась вот эта девочка красная и увидите как хорошенько от купили и это мне дала понять что скорее всего цены будь будут идти наверх на я еще до этого записывал вечером обзор и мы торговались где-то на минимумах я как бы говорил что у нас стоит присматриваться к покупкам но не было как какого-то более надежного сигнала и когда уже примерно где-то ближе к десяти вечером десяти вечера да где-то вот так я понял что рынок неплохо закрывается я начал давать рекомендации в закрытом канале про сигнал по фунту и по новозеландскому доллару то есть это вот получается среда вечер то есть вот эти два сигнала и дал им и локально интердей на следующий день мы отработали то есть четверг был ростом и мы здесь зафиксировали часть и получается в без убытки на текущий момент в принципе кто ранее не покупал фунта я думаю что он еще будет расти до с текущих или даже если будет какой-то сегодня локальный откат я пока смотрю по фунту наверно у нас ключевой уровень поддержки в районе 12450 я думаю что мы с текущих будем расти так как я сижу покупках до с своими подписчиками но нужно учитывать этот факт что не исключаю еще какую-то коррекцию плюс напоминаю у нас сегодня продолжение дня благодарения в сша и рынке закрываются немного раньше но в принципе европа торгуется лондон торгуется и америка торгуется до где-то 7 8 вечер там плюс-минус ну я думаю что раньше ребята будут уходить но нужно понимать что где-то до 6 еще более до 65 более активный будет трейдинг хотя возможно крупные трейдеры уже ушли в отпуск и там остались такие мелкие заместители трейдеров до младшие трейдеры возможно волатильность будет не сильно по евро по фунту пока покупки евро еще не показал вчера роста ну такой локальный был а вот фунт неплохо и вчера выходили данные по по британии и они совпали выше ожиданий экономические и это помогло нам заработать хотя анализ показывал что нужно до этого покупать дальше что интересного еще австралийский доллар вот этот инструмент я бы тоже рассматривал на покупку поэтому стоит стоит его покупать я думаю он или из текущих будет россии или возможно еще какая-то коррекция поэтому вот евро фунт австралийский доллар или с текущих мы идем рост или еще пятница там понедельник будут немножко немножко откатывать но пока по этим инструментом я смотрю направление наверх поэтому здесь работаем на покупку вот вчера новозеландский доллар аналогично вчера с ребятами покупали покупали данный инструмент точнее в среду вечером 22 там плюс покупали вот здесь на коррекции досмотрите аналогично движение импульс коррекция импульс коррекции импульс коррекции то уже амплитуда уменьшается движение коррекции не такие большие профиты небольшие но у нас в принципе все согласно правилам поэтому новозеландский доллар тоже смотрю на покупку я думаю что мы будем обновлять вот эти мага локальные максимумы в районе там 61 061 канадский доллар аналогично я в своем последнем обзоре советовал шаркить канадский доллар и мы тоже аналогично в закрытом канале его шарки ли вчера на вот этом локальном уровне 3650 мы часть зафиксировали профита я дальше думаю что мы будем падать аналогично как и по другим валютам мы сидим без убытки посмотрим получится ли дальше уйти вниз доллар иена здесь ситуация уровень сопротивления ключевой 149 70 пока мы ниже данного уровня я рассматриваю продажи конечно не исключаю что вот это все движение вниз пока еще коррекционная и мы будем еще по доллар иене как плюс-минус обновлять максимум но я пока настроен на снижение скажу так доллар иена последнее время вот у меня не сильно с ней получается позитивно работать да то есть вот очень сложные движения если сравнить все другие инструменты самые удачные у меня последнее время был это евро доллар и фунт доллар и среди валют ну еще доллар рубль неплохо то есть я его не трахал но совет отдавал хорошие вот там очень хорошо доллар иена свою игру игралом так ну давайте дальше перейдем к рынку нефти по нефти я за покупки да здесь у нас против сильного тренда это нужно понимать я советовал в среду вечером покупать нефть рискованно можно было купить как видите нефть в принципе неплохо откупили в среду я и своим ребятам закрытом канале просигнал советовал покупать мы сидим покупкам покупках и я думаю что что бренд что лайт там картинка одинаковая стоит стоит рассматривать на покупку ключевой уровень у нас по бренд 78 по лайт если не ошибаюсь 75 плюс-минус мы торгуем покупку который я советую против сильного тренда который у нас длится практически два месяца мы с 95 ушли на 75 там почти до так 20 долларов достаточно такой мощный тренд возможно какие-то будут разгранили конфликтов опек перенесли пока что там будет пока сложно сказать но технически возможно покупать рискованно потому что против сильного тренда и я бы не сказал что здесь какой-то супер супер модель но я покупаю не с надеждой словить хорошее движение наверх дальше рынок металлов золото по золоту аналогично я во вторник точнее они во вторник это у нас был понедельник на закрытие рынка вот когда у нас совершилась вот эта коррекция смотрите понедельник как закрылись вот вот видите то есть коррекция пятница прошлой и понедельник понедельник закрылся как на спин баром то есть это говорил о том что у нас скорее всего коррекция локальная заканчивается в этом тренде локальном импульсе да и под закрытие рынка понедельник я дал рекомендации на покупку и мы снова хорошенько прокатились напомню я ранее в обзорах советовал тоже покупать золото еще на прош на прошлой неделе мы аналогично с ребятами его здесь покупали то есть вот здесь на минимумах я не покупал потому что я работал с серебром золото я не трогал а золото я уже начал трогать вот получается 15 числа и дальше продолжение то есть у нас смотрите импульс коррекция импульс коррекции и я каждую коррекцию пытался выкупать я сейчас в принципе смотрю на лонг по золоту я уже новые сделки не делаю потому что мы уперлись в такую достаточно психологическую плиту 2000 долларов я часть зафиксировал часть мы оставили с ребятами и без убытках сидим с надеждой что возможно будет прорыв 2000 там с копейками да у нас получается уровень сопротивления 2009 2010 долларов условно это хай прошлого месяца и но принципе этот хай практически два раза тестировали начале месяца и вот в текущую на текущей неделе поэтому говорить о пробое сложно еще нужно чтобы мы к этому уровню подошли и там нарисовали более хорошие сигналы на покупку вот так поэтому золото держим кто ранее не покупала стоит ли покупать секущих да возможно но не ситуация щепетильная на мой взгляд лучше здесь подождать модели на пробой до к этого уровня то есть модели на пробой напомню ранее я записывал обучающие ролики на эту тему серебро серебро аналогично вот серебро просто красавчик напомню данный инструмент я в начале месяца ноября покупал если мы берем этот месяц на я не не беру прошлый месяц я тоже хорошенько практикнулся по серебру вот на прошлой неделе мы покупали серебро мы потом вышли из покупок и сейчас я снова вошел покупки вчера позавчера по серебру с надежды на продолжение данного тренда возможно вот эта коррекция закончилась и мы дальше уйдем на 24 на 25 по серебру понятно что нужно соблюдать риски у нас есть стоп лосс если серебро будет проваливаться то сработает стоп лосс будем дальше смотреть потому что серебро даже вот и золото вот даже смотреть вот предыдущие вот здесь про торговку смотрите у нас тоже был импульс вроде бы тоже пытались расти локально и потом такая более глубокая коррекция может быть и здесь такое что у нас здесь был уже локальный рост или он еще будет там один день-два и потом снова коррекция и снова будет нужно перезаходить на покупку поэтому пока серебро выше 2350 я бы смотрел на покупку можно еще взять уровень 2325 но я бы пока за 2350 смотрел да вот пока мы выше него я за покупку сегодня завтра дальше рынок криптовалют так я извиняюсь bitcoin по bitcoin у нас такой широкий диапазон коррекции у нас происходит между 35 и 38 тысяч это практически под 10 процентов до почти почти там 8 процентов где-то диапазона это сложный диапазон для меня ну не то что для меня для хорошей торговли потому что прошлый диапазон был вот здесь он был очень узкий и он был с поджатием сейчас у нас что вверх что вниз очень сложные движения но я бы советовал по биткоину работать на пробой 38000 лимитку выше 38000 ставить если будет прорыв то возможно улетим хорошенько на 40 тысяч и возможно выше да конечно не исключаю что будут ложные пробои какие-то и так далее напоминаю по теме пробоя там сложными пробоями я записывал ранее обучение на моем youtube канале смотрите и на канале о маркете тоже принципе выкладывал данный ролик поэтому по биткоину пока высказал свое мнение о snp 500 вкратце если ты пока поджимает наверх и мы торгуемся выше ключевого уровня 45 65 пока все все сводится к покупкам если мы этот уровень будем ломать и уходить вниз то это уже будет следующая неделя и там я буду высказывать свое мнение конечно поясы и тот момент который обсуждал по поводу шартов возможных пока подтверждение нету мы в принципе и так сделали сильную коррекцию но если смотреть вот это движение которое у нас было в август сентябрь октябрь вниз если это импульс сейчас у нас произошла длинная глубокая очень коррекция на сложная метки коррекции не люблю торговать у нас в принципе должен быть пик и у нас до следующего максимума смотрите на следующий максимум получается 46 35 условно да это получается где-то пунктов 50 60 до максимума то есть туда мы не должны идти nasdaq этот максимум переписал s&p dow jones нет если по данной теории если смотреть глубоких коррекций то мы где-то здесь должны уже идти вниз пока локального сигнала на шорт я не вижу можно ли просто шартануть потому что мы уже на пике и шортить по методу ложного пробоя в моменте 45 64 там плюс-минус там нужно смотреть то в принципе можно этот лично буду шортить я пытался ложный пробой пару дней назад торговать вот у нас был вот здесь ложный пробой получается 20 числа вот был маленький ложный пробой я шортил но вынесла по без убытку и на текущий момент у нас ситуация очень интересно мы на пределе и если рассматривать возможно у нас сегодня пятница и произойдет мощный импульс наверх вот мне нужно чтобы здесь шортить вот вот такое движение которое было в сентябре смотрите рост и потом хороший такой слив и дальше коррекция локальная вот если такое нарисуется да я с понедельник или когда это будет или сегодня или понедельник если такое будет я буду уже говорить о возможных о возможным шарте да а пока мы выше уровня я пока за покупки с короткими стоп-лоссами потому что здесь видите они даже не пускают ниже все время минимум поэтому здесь если даже и покупать с очень короткими стоп-лоссами не тоже такая ситуация если все-таки если будут заваливать текущих уровней там плюс-минус возможно и евро доллар индекс доллара тоже начнут разворачиваться это нужно учитывать и даже валюты если вы торгуете со стоп-лоссами не нужно купил евро доллар и сидишь ним неделю-две нет если он будет падать у меня конкретно по каждому инструменту который выходил есть стоп-лоссы вынесла все пока наблюдаю да потому что рынок может в любой момент у тебя на коррекцию эта коррекция может превратиться в сильный тренд это нужно учитывать на этом в обзоре все давайте коротко пройдемся почему 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 мы покупали евро доллар смотрите это такой обучающий момент я об этих моментах рассказывал смотрите на рынке вот есть вот есть ну куча торговых стратегий на рынке форекс фьючерсов акциях есть фундаментальные стратегии оценки инструментов есть технические есть компьютерные есть разные индикаторные стратегии но я считаю что на рынке работает всего несколько торговых стратегий 1 это импульса коррекции это цикл и и это сантимент сегодня мы поговорим о импульсах и коррекции то есть на рынке есть два типа движений первый это импульс то есть этот тренд да то есть трендовое движение вам понять есть коррекционное движение все больше никаких движений на рынке нету и задача трейдера понять где есть импульс где есть коррекция и вот эту коррекцию стоит правильно интерпретировать чтобы понять что это коррекция и она заканчивается условно и будет продолжение предыдущего импульса да вот вот как примере вот у нас смотрите импульс потом коррекция произошла то есть боковая коррекция и дальше мы работаем на движение наверх все больше никаких движений на рынке нет а там и какие-то уровни с историей какие-то опционные маржинальные зоны фундаментальные какие-то моменты сегодня ставку поднимают завтра ставку понижают сегодня инфляция такая завтра инфляция такая и вам просто задуривает голову то есть этими новостями потому что каждую неделю каждые две недели она что-то меняется и вас такую вводит в маму да я оцениваю фундаментально фон оцениваю процентные ставки инфляцию показатели но я ее оцениваю в понятии что что происходит на рынке чтобы быть в теме и мне больше этот анализ нужен для того чтобы понимать когда будет сильное движение до колебания вот один тип движения потом второй тип движения с поджатием до такой виде треугольник потом есть особый такой тип когда идет импульс и коррекция идет не плоская или с поджатием треугольником а когда идет глубокая коррекция в данном примере еще не такой вариант прям глубокой коррекции иску и прям очень глубокий коррекции их очень сложно торговать но они если хорошо срабатывают там хороший профит получается все вот вот это несколько типов движений там их есть немножко больше там разных интерпретаций но если вкратце то есть вот это вот эти два момента только есть на рынке все остальное то есть это ваши фантазии то есть это мое мнение да никого не хочу обидеть но я потратил на рынке с какого года я получается с 11 года плюс там еще если брать 2007 год когда я начал эту тему даже 2006 год то есть с первого курса обучения это все изучал куча фундаментальных моментов куча технических то есть у меня получается более 15 лет опыта то есть эта теория и практика до сначала я теорию изучал потом практика 6 года с первого курса и эту тему биржевой торговли изучал потому что у меня рынок ценных бумаг был самого первого курса это я все изучал эти опционы контракт все и плюс что мне хорошо было у меня были преподаватели в институте не только теоретики и практики которые занимались инвестированием они там не все были трейдерами спекулянтами там были там немножко спекулировать но прям таких трейдеров как мы там спекулянта внутри дня там едва не они такие более там на несколько недель на несколько месяцев то есть у меня были трейдеры которые торговали ценными бумагами да то есть опыт колоссальный я сколько времени я потратил на обучение в разных трейдеров да сколько эти лит и литература пока я не дошел к простому моменту что это все есть в книжках да но когда я вот это понял базу потом я начал вот эту базу прорабатывать формате смотреть как закрывается дневки то есть аналогичное подход понимания есть на моем кого я знаю это в герчика да у него у него кстати вот его любимый паттерн вот примерно как вот этот и вот это только он торгует на пробой уровня да а я торгую с коррекцией и в герчика аналогично у него закрыт почему он говорит что интернете такого нету потому что такие закрытия дневок в принципе я в книгах не встречал и то же самое когда я начал анализировать как они закрываются да понятно где-то ты ошибаешься то есть это нельзя сто процентов спрогнозировать но большинстве случаев 70 80 процентов плюс минус бывает получается правильно спрогнозировать рынок да и пока я потратил время столько времени чтобы понять простую истину как работает рынок на что на рынке есть импульс коррекции эту коррекцию нужно правильно оценить стоит ли ее покупать если да покупаешь все больше ничего не анализируешь вот смотрите вот я же не рассказываю там на каких-то там на истории там вот четко смотрите вот здесь ситуация была вот по евро доллар давайте возьмем евро доллар фунт доллар кратко смотрите то есть наша задача что найти импульс и коррекционное движение потом это коррекционное движение правильно оценить и купить с целью движения то есть это у нас . входа на покупку бай все больше ничего не нужно в этом начинаете что-то анализировать там смотреть новости фундаментальные какие-то опционные зоны там и и так далее там какие-то уровни с историю там смотрите смотрите на истории мы там ударились то есть я помню то есть раньше герчик вообще там такое обучал там бсу где-то с истории то есть сейчас у него правильный подход то есть но раньше то есть забивал голову вот этим бсу где-то там смотришь два-три месяца назад а некоторые умники смотрите два года назад был уровень смотрите как он отрабатывается ну это было вообще просто трэш из и смотрите вот один из примеров когда я покупал евро доллар вот у нас смотрите и импульс и коррекционное движение все и у нас что здесь выходит в год выходят данные по инфляции а по инфляции у нас на позапрошлой неделе какие вышли вышли ниже ожиданий там ожидали базовая инфляция в сша 41 а вышло 4 евро улетела в космос потому что якобы ставка будут там возможно не повышать хотя я думаю что будут возможно повышать потому что инфляция будут расти долгосрочный перспектив никакое понижение инфляции не будет потому что столько денег напечатали еще будут печатать потому что чтобы поддерживать его вот этот провальная провальную экономику это действие которое не делали но это мое мнение посмотрим но может и ошибаюсь с моей точки зрения все и ты не знаешь какая там инфляция вы просто смотрите есть импульс коррекции здесь я на битве аналитиков своих обзорах светлого покупать евро доллар и своим подписчикам закрытом канале и ученикам говорил покупать евро доллар потому что здесь есть простой паттерн да вот вот здесь был чуть более сложный паттерн вот в данном сегменте когда у нас ну здесь то же самое смотрите когда вы у вас есть какая-то вот вот смотрите структура накопления вы смотрите что здесь происходит в данной структуре накопления у нас агрессивные быки смотрите импульсное движение коррекция импульсное движение то есть у нас максимум все выше и выше потом смотрите тоже агрессивно скинули но от купили от купили то есть у нас если смотреть на это накопление то у нас видно что нижнюю от нижней границы у нас от купает агрессивно то есть это говорит о том что если у нас импульсы направленную вверх то скорее цена пойдет наверх пока их не поломают если их начинают ломать в таком случае нужно а подтверждение чтобы их вот этот импульс который сломали подтвердили потом снова для покупки или если его сломили и подтвердили для шарта потому что ты шартишь понимаете данном случае каждый даже падение которое здесь было вниз его снова от купали то есть это говорил о том что евро доллар скорее всего пытаются пытаются уйти наверх то же самое его здесь было вот смотрите импульс и накопление вот да здесь ситуация уже чуть потяжелее потому что здесь есть импульс есть такая более кривая ситуации плюс мы сейчас здесь на пределе я как вариант думаю плюс по евро доллару вы смотрите вот эта ситуация которая нас была в октябре я говорил еще прошлым месяцем в октябре что у нас эта ситуация аналогично 2022 года смотрите и показывал своих обзорах и на битве аналитика вот смотрите один в один вот октябрь 2022 у нас октябрь 2023 года говорил по евро доллару покупаем потому что вот похожий и то же самое смотрите у нас получается вот импульс наверх коррекция импульс наверх коррекции импульс наверх то есть все просто то есть у нас есть какое-то накопление и мы смотрим какие импульсы здесь актуальны не ланговые в основном то есть каждый даже падением которое идет вниз вот видят то есть вниз его перекрывают и когда идет поглощение и смотрите у нас здесь евро доллар улетает ракет и то же самое здесь наверх 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 на вот смотрите вот вот импульс коррекция импульс коррекция импульс коррекции да где то нужно подтверждение потому что коррекция достаточно глубокая вот нужно подтверждение то же самое как сейчас вот это если в двух словах вам рассказывать это я так поверхностно что вам нужно понимать детали детали уже я рассказываю на своих курсах обучения то же самое смотрите вот серебро вот у нас импульсное движение импульс на и накопление то есть да вот эта коррекция которая вот здесь показывал вот она она где-то вот так я думал на что по серебру будет вот такой тип коррекции то есть боковой а он произошел вот такой немножко глубокий с выносом да вот потому что я здесь покупала серебро выше 2335 в этом диапазоне вот я его здесь несколько раз покупала 1 2 1 покупал но они вынесли то есть коррекцию усложнили то есть это не говорит что там сто процентов вот так будет примерно я думал так будет вынесли сработал стоп-лоссы я потом перезошел я не пересиживал убыток потому что я у меня был очень печальный ранее опыт когда я еще начал разрабатывать вот этот вот и вот эти понятия то есть некоторые понятия есть книжках по волновому анализ но когда ты через голову свою пропускаешь вот я вот такие фишки торговал и некоторые не срабатывали терял много денег очень много денег потому что думал она пойдет она просто могла провалиться и уйти глобальный вниз поэтому поставил стоп-лосс вынесла перезайди когда появится новый сигнал потому что может провалиться вниз и не сработать твой момент а здесь не говорю там сто процентов 70 80 где-то разная степень отработки есть то же самое по биткоину когда биткоин вы здесь торговался вот смотрите импульс и накопление здесь было с поджатием то же самое вот вот это вот этот средний пример все и я здесь тогда много криптовалют я снимал обзор давал рекомендации говорил покупайте криптовалют и здесь будет хороший момент для хорошего заработка сейчас ситуация сложнее я сейчас такой очень аккуратный было и пару стоп-лоссов но они были были я не ставил правильные стоп-лоссы потому что с широкий диапазон слишком большие то есть но ситуация тоже напоминаю что скорее все будет лонг но это более сложная там есть момент определен вот где-то понятно есть еще момент такое главное сильно не субъективно работать потому что нужно оценивать адекватно график чтобы были хорошие подтверждения точек входа потому что бывает когда есть коррекция вот условно такой тип коррекции а нету подтверждения у меня в это называется когда есть комбинация 2 в одном або 3 в одном до когда есть подтверждение тогда стоит покупать когда их нету до главное быть аккуратным потому что когда нет полных пакета сигналов до что нужно покупать до стоит очень аккуратно можно словить и такую звездную болезнь условно что-то дни я покупаю потому что здесь должен быть лонг и а нету этих подтверждений это как условно как серебро даже от когда его начали задавливать этом все равно я за перри зашел хотя локально там было очень сложно но иногда такое тоже выруливает поэтому здесь тоже сложно оценить на сто процентов будет вырос или нет это таком вкратце для ребят которые начинающие в принципе эту информацию много раз рассказывал но я повторяю 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 потому что многие не обучаемые многие там шартили вот здесь я знаю вот евро доллар вот здесь евро доллар вот здесь многие шартили потому что и так я покупал ну в принципе кто смотрел обзор и понимает о чем и так на этом все будут вопросы по закрытому каналу по обучению напомню сегодня черная пятница действует по воскресенье скидка 25 процентов пишите в личку в телеграму фейсбук куда вам удобно я отвечу на ваши вопросы всем удачной торговли напоминаю рыночек сегодня может быть не слишком такой волатильный поэтому это учитываем возможно уже с понедельника стоит приступить к торговле и более более агрессив всем удачи пока до следующего обзора